Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Статья, которую я сейчас озвучу, называется «Когда теория не в моде 2». Написана она 8 апреля 2010 года. Итак, начинаю. Решил идти в ногу со временем и написать продолжение своей статьи под номером 2. У нас ведь сейчас принято так, если фильм «Чудо» удался, то выпускает новые фильмы «Чудо 2», «Чудо 3», «Чудо 4» и так далее. Не могу сказать, что первая статья моя удалась. Возможно удалась, а возможно и нет. Не в этом дело. Дело в том, что общаясь с одним из белорусских тренеров, услышал мысль, которую мне высказывали раньше. Она очень типична для моих оппонентов и поэтому решил отреагировать на нее. Мысль эта простая и очевидна. Допустим, ты создашь мастер-команду, говорят мне. Но ведь она должна где-то играть. В каком чемпионате участвовать она будет? А если так, то как она вольется в чужую среду, где играют по своим правилам? Не кажется ли тебе, что против твоей команды сговорятся? Ну, реагирую я следующим образом на эти все вещи. Думаю, что и вы, уважаемый слушатель, познакомившись с моими идеями, придете к аналогичному выводу. Ничего в этом противоестественного нет. Не высовываться, не выделяться из толпы, не противостоять всему общепризнанному абсолютно естественно. Защита концепции проекта создания мастер-команды – это присутствие на светском балу человека в ластах, плавках и в маске. Да, авторский проект вашего покорного слуги – это кость в горле трансфертного футбола. Это инородное тело. А инородное тело, любая замкнутая система, в том числе и футбол, старается вытолкнуть вовне. Это понятно. Мне непонятно другое. Почему не выясняется эффективность и востребованность, предлагаемого мною, а сразу переводятся стрелки на предмет выживаемости созданной команды? Допускаете, что команду можно создать, а выжить у нее шансов нет? Ну что же, логично. А как насчет адаптации в формате трансфертного футбола? Знаете, почему онкология убивает организм? Потому что раковые клетки успешно проходят фейс-контроль на предмет определения свой-чужой у иммунной системы организма. Враг оказывается невидим. Необходимо вливаться в существующий формат соревнований таким образом, чтобы пройти фейс-контроль у ревностных поклонников трансфертной идеи. Как? Например, не выигрывать матчи с двухзначным счетом. Достаточно выигрывать, забивая 2-3 мяча. Некоторые матчи можно даже сводить в ничью. Но это еще не все. Если читали материалы моего сайта, то должны были прочитать статью «Защита бриллианта». Там ясно и четко показывается то, что ценность пропорциональна степени защиты. Если вы имеете мастер-команду, то должны обеспечить для нее мастер-охрану. И когда вы почувствуете, что служба безопасности вашей команды работает слаженно и профессионально, когда увидите, что вас увидели и приняли за своего, вот тогда и заявите о себе во весь голос. Заявите о себе так, чтобы ни у кого не было соблазна повоевать со службой безопасности вашей команды. Вы должны сделать суперсенсацию. Но не тогда, когда о вас никто никогда не слышал, а тогда, когда о вас заговорят все. Только так у вас появится возможность разрекламировать по-настоящему ваши идеи. Тогда уже никакие золотые клетки, старательно изготовленные окружением хозяев клубов, не уберегут их уши от молвы о ваших успехах. Только тогда вы сможете создать детскую футбольную школу и школу футбольных тренеров нового типа, и самое главное, школу футбольных наставников. Те футбольные проекты, которые реализуются в настоящее время, независимо от их масштаба и специфики, не имеют и не могут иметь в потенциале тех проблем, которые неизбежно возникнут при реализации проекта создания мастер-команды. Почему? Потому что в отличие от других проектов, последний зиждется на принципиально другой идеологической основе. Носителей нового всегда гнали, заплевывали, унижали, убивали. Вспоминали о них, как правило, после смерти. Так было всегда. И так еще достаточно долго будет. Пока мою концепцию проекта создания мастер-команды можно, в моей идее, назвать новым. Если же опровержений нет, то только в этом случае можно, в моей идее, назвать новым. Попытки опровержений были, но их авторы быстро исчезали с горизонта под разными предлогами, как только выяснялось, что попытка была безуспешной. Появление нового – это равносильно брошенному камню в болотную тину. Сначала тина разрывается, и по чистой воде идут круги от этого камня. Ну а через очень короткое время тина затягивается, и от броска камня в воду не остается ни единого следа. Будто такого броска и не было. Многие мне говорят, что камень бросать бесполезно, все равно тина затянется. Пусть так, пусть затянется. Зато на протяжении нескольких минут мир увидит и почувствует свежее дыхание нового, свежее дыхание жизни. Норма, общепризнанность – это синонимы слова «смерть». Для тех, кто интересуется моей аргументацией в этом вопросе, советую почитать опыт дурака Мирзакарима Санакуловича Нарбекова. Мир всегда держался на чудаках, взгляды которых не совпадали со взглядами большинства. То, что мои взгляды не совпадают, а точнее по многим вопросам диаметрально противоположны взглядам большинства, это факт. Но насколько это чудаковато выглядит, судить не мне. И так против меня сговорятся. Допустим, получается, что видя огромнейший потенциал своих идей, которые в состоянии кардинально повысить игровые кондиции любой команды, ваш покорный слуга должен покорно сложить тряпочку комочками и засунуть себе в рот, чтобы оппоненты могли видеть ясные очи возмутителя спокойствия, но не слышать его, так как ответить на аргументы нечем. Истина практически всегда неудобна. Удобство – это клановость, это уважительное отношение к мнению Ивана Ивановича, даже если последний близок параноидальному припадку. Это твердость ножек служебного кресла. В общем, вы понимаете. Некоторые из моих оппонентов написали книги о том, как горячо они любят футбол. Но, когда выясняется, что у них нет личного интереса в деле реализации перспективных идей, то никакие, пусть даже самые гениальные идеи, их уже не интересуют. Об этом я знаю из личного опыта. Пусть ваш покорный слуга со своими идеями в формате трансфертного футбола выглядит белой вороной. Пусть в него тыкают пальцами, пусть насмехается и покрывается этажными матами. Но знамя нового он будет держать до тех пор, пока в руках есть сила. И никакими благами, никакими уговорами его нельзя заставить опустить руки. Пока никто не опроверг авторских идей, они носители нового. То есть вестники приближения к истине. А истина, как рассвет, цены не имеет. У меня все, господа. Продолжение следует...